Вы никакие деньги по такому страховому полюсу не получите. Вот это лучше знать заранее, а не узнавать это, когда страховой случай наступит. Существуют просто самые неожиданные риски, для этого и нужно страхование. Добрый день, друзья! Зовут меня Столяров Андрей Иванович. Я являюсь доцентром кафедры инфраструктуры и финансовых рынков и одновременно преподавателем Центра по финансовой грамотности. Я хотел вам буквально несколько слов сказать о значимости такой вещи, как страхование. Я понимаю, что в сегодняшних условиях, когда речь идет о риском снижения доходов, люди мало думают о том, что нужно страховаться. Тем не менее, я хочу сказать, что в жизни человека могут получаться очень разные риски. Риски, как обычные, к примеру, вы можете случайно затопить соседей, или они имеют обыкновение вас затапливать, ну или риски, связанные с вождением машины. Опять-таки, существуют просто самые неожиданные риски. В качестве одного из рисков можно привести ситуацию, когда барона, которая сидела на дереве, случайно задела камень, он упал на машину, машина достаточно сильно пострадала. Для того, чтобы избежать этих рисков, а эти риски неизбежно приводят к тому, что человек несет существенные материальные потери, с одной стороны, с другой стороны, он получает существенные потери из-за ухудшения своего морального состояния, и для этого и нужно страхование. Человек, когда покупает страховой полис, он страхуется от наступления того самого страхового риска, который может отнять у него деньги и здоровье. Но при этом надо понимать, что сегодня человек уплачивает страховой взнос или премию, а вот сможет и получит ли он страховое возмещение, будет зависеть от двух вещей. Во-первых, от того, произойдет ли страховой случай. Если он не произойдет, то, соответственно, человек просто потеряет тот страховой взнос, который он унес. И второе, что очень важно, об этом мне хотелось более подробно поговорить, о том, чей человек готов ли к тому, чтобы застраховаться от того, чтобы у него возникли неприятности при оформлении страхового случая. Что для этого нужно сделать? Во-первых, человек должен выбрать правильную страховую компанию. История показывает, что есть очень забавные вещи. К примеру, в Дагестане была компания, которая продавала полисы ОСАГО, не являясь страховой компанией. Они просто решили это делать на свой страх и риск. Вот чтобы таких ситуаций не было, а надо понимать, да, что если вы покупаете полис компании, которой нет или не действительный полис, вы никакие деньги по такому страховому полису не получите. Поэтому надо внимательно посмотреть, есть ли такая страховая компания, есть ли у нее полис, есть ли у нее достаточное финансовое положение, и также понять, насколько выгодны условия взаимодействия со страховой компанией. То есть, какие тарифы предлагает страховая компания, опять-таки, что нужно сделать для того, чтобы оформить страховой случай, и опять-таки, понять, насколько удобно взаимодействовать со страховой компанией. Сейчас век интернета найти гадости, там, о любом человеке проблем не составляет, а тем более, если речь идет о юридическом лице. Поэтому, проделав такую несложную операцию, можно понять, насколько страховая компания четко и правильно выполняет свои обязательства. После этого нужно сделать еще одну вещь. Нужно обязательно изучить правила страхования для того, чтобы у вас не возникли проблемы при страховке. Потому что, на самом деле, в правилах страхования всегда описываются те случаи, когда вам страховая абсолютно на законном основании деньги не выплатит. Вот это лучше знать заранее, а не узнавать это, когда страховой случай наступит. Вот если все это вы сделаете, то тогда страховка сэкономит ваши силы, сэкономит ваши деньги, и единственное, что можно будет в этом случае вам пожелать, поменьше страховых случаев. Если остались вопросы, пишите. Спасибо за внимание.